МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбол, настольный теннис, фитнес, йога, тренажерный зал. Ждем вас и ваших детей на групповые и индивидуальные занятия. Спортивные арены города Чехов стали удачными для наших армрестлеров. На первенстве Приволжского округа они завоевали пять золотых медалей. Их обладателями стали Альберт Марков, Данил Ложкин, Илья Пономарев, Евгений Пашалов и Жерар Габриэльян. Впереди у атлетов чемпионаты первенства страны в Екатеринбурге и Чехове. Есть чем поздравить и юных дзюдоистов. На всероссийском юношеском турнире в Кирове-Чепецке они выиграли около 20 наград. Десяти-одиннадцатилетние атлеты впервые принимали участие в столь крупных соревнованиях. Естественно, волновались перед своими поддинками. Но над этапами выходили собранными и мотивированными на победу. После этого старта в Федерации дзюдо-удмурти число разрядников увеличилось не на порядок. Ну а далее новости скалолаза. Невыжевский прошел республиканский турнир, отборочный на всероссийские соревнования. Наша съемочная группа побывала там и выяснила, кто быстрее всех покорил искусственную рельефную трассу. Смотрим сюжет. Еще бегом, 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 бегом. Давай, 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 давай. Всех участников этого старта можно смело назвать настоящими смельчаками. Ведь даже не каждый взрослый отважится забраться на стены. В этом виде нужно быть ловким, сильным и смекалистым. Иногда приходится изворачиваться в буквальном смысле этого слова, чтобы зацепиться за выступы на стене. Здесь играет роль многие тонкости. Как поставил ногу, как держишь руку, равновесие. Один неверный шаг, нехватка сил, растяжки и возможен срыв. Я пока не ползу, я рассматриваю все зацепки, которые я могу взять. Поэтому я сразу... А болеешься высоты? Ну, раньше боялся. А как преодолел этот страх? Залез высоко и понял, что это не страшно. Это опыт и хорошее внимание, память, что можно разложить трассу, представить, как ты себя ощущаешь, то есть пространственное мышление. Ну и, конечно, это личные данные, это цепкость, быстрая координация, то есть вот эти качества. Юная спортсменка из Перми Настя Арасанова уверенно атаковала пластиковый рельеф во всех своих попытках, доходя до вершины. В финальном восхождении она допустила небольшой огрех, и это стоило ей победы. Я думала, что будет посложнее, но вот трассе придает очень такой оттенок сложный, это нижняя страховка сама по себе. И зацепки, кажется, более-менее удобными, но когда ты их уже берешь, они не очень удобные. С тех пор, как скалолазание стало олимпийским видом спорта, оно начало набирать обороты. Проводится очень много детских турниров. Скалолазание, оно везде сейчас, популярность возрастает у этого вида спорта, поскольку олимпийский вид. И очень активно сейчас республика стала участвовать. Вот приехало много участников из районов. Приехали и наши гости из набережи Челнов, несколько человек из Перми. Поэтому получились такие достаточно крупные соревнования. Все участники старта старались выложиться по полной и показать свои умения и сноровку. Победителями стали в самой младшей возрастной группе Вероника Бумина из Перми и Максим Зорин из Ижевска. В это время в Малой Пурге определились победители первенства республики по русским шашкам. Побороться за шесть комплектов наград приехали 98 юных спортсменов из Ижевска, Воткинска, Можги, а также Малопургинского и Завьяловского районов. Золото в старшей группе выиграл Роман Ирмачев, самая юная среди спортсменов до 10 лет, Ульяна Иванова и Степан Щеткин. Продолжаем выпуск. Важное событие на днях произошло в спортивной жизни Удмуртии. В гости к местным синхронисткам приехала звезда мировой величины, чемпионка Европы и планеты, наша землячка Лилия Низамова. Об именитой гости и цели ее приезда в Ижевск сейчас расскажем. Легендарная спортсменка в Ижевске приехала в гости к своим родителям. В нашем городе она родилась и начинала свою карьеру. Ее всегда отличало упорство и трудолюбие. Именно эти качества Низамовой и помогли достичь высот в спорте. Сегодня она свой опыт передает детям и с удовольствием. Она наша землячка, уроженка Ижевска. И они теперь должны поверить, что и живя в Ижевске, родившись в Ижевске, можно достичь самых высоких побед в спорте. За два дня Низамова провела мастер-классы для тренеров и юных спортсменок, которым посвятила и самые обычные разминки и отработки базовой техники, объясняя своим ученикам ее основы очень просто, ясно и доступно. Она показывает много упражнений в других вариациях, в других исходных положениях, в других направлениях. И что-то такое, чего я, может быть, никогда бы не догадалась до этого. А тут особенно мне нравятся комбинированные упражнения сразу на несколько групп мышц. И они такие функциональные при нашей нехватке времени. Это для нас прям находки. Впечатлены увиденным были и юные спортсмены, и даже не столько тем, что показывала чемпионка мира на мастер-классе, а тем, что она рассказывала, как надо идти к своей цели и добиваться поставленных задач. Энергетика у нас чемпионская, это нужно, самое главное, азарт. Азарт подходу к соревнованиям. Если нет азарта, надо ставить даже обязательную цель, к чему ты готовишься. Если нет цели, ты не понимаешь, к чему ты готовишься. Я хочу добиться мастера спорта, это очень сложно. Я хочу добиться до седьмого пота, это когда ты приходишь домой, и ты ничего не можешь делать, ты просто ложишься спать и засыпаешь сразу же. Кстати, наши спортсмены Лилии очень понравились. Говорит, у них отличная техника, и впереди большое будущее. 15 декабря в швейцарском Ленсерхайде стартует юниорский Кубок Европы по биатлону. В составе российской команды выступят и наши земляки Александр Мяконький, Анастасия Кайшева, Кристина Егорова. Первый вид программы – индивидуальная гонка. Юниоры выйдут на старт в 12 часов дня по московскому времени и юниорки в 15.00. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok